Богата на таланты кубанская земля. Есть они и в нашем районе. Люди разных профессий пишут стихи, чтобы выразить свои мысли и чувства, поделиться ими со своими земляками. Для того, чтобы приоткрыть двери в поэтический мир, организуются встречи с авторами, творчество которых интересно читателям. В читальный зал Славянской межпоселенческой центральной библиотеки были приглашены члены литературного клуба «Патриот», студенты, волонтеры и просто любители поэтического слова. Творческая встреча с поэтом и журналистом Виталием Чайко обещала им общение с автором, из-под пера которого вышло немало стихов на самые разные темы, отражающих глубокий внутренний мир нашего современника. Увлечение поэзией началось у Виталия еще в школьные годы и продолжается до сих пор. Когда было 14 лет, я, естественно, никого не равнялся. Это был и такой единый душевный порыв. Потом я стал уже, ну естественно, понимать, что поэты абсолютно разные, что каждый свой стиль. Безусловно, на меня очень большое произвело впечатление Есенин и в последние несколько лет это Пастернак. Это настолько величайший поэт. В русской литературе, которая является нашей гордостью, в лирике известнейших поэтов находит Виталий Чайко. Те высокие образцы творчества, что вдохновляют его и заставляют снова садиться за чистый лист бумаги и рассказывать о том, что ему близко и дорого. Попытки переосмыслить происходящее, какие-то по новым вещам взглянуть. Меня очень вдохновляет осень, меня очень вдохновляет ностальгия, прошлое воспоминания мои, которые были пережиты в разные годы. Естественно, меня вдохновляет военная тематика. У меня дедушка был ветераном и поэтому общение с ним, слава богу, с ним поуспел пообщаться. Они легли в основу многих стихов, которые появились у меня, которые стали песнями и продолжают вдохновлять меня. Я пишу на тему патриотическую. Участникам встречи Виталий рассказал о себе, о своем творческом пути и, конечно же, прочитал стихи о жизни и любви, о войне и об отечестве, в том числе и о городе-герое Новороссийске. В белодымке святых облаков славатают вершины вдали. Ей отца песня портовых будков над героями малой земли. Стоит чай и кричат в вышине, играют с семейской волной. И на сердце так радостно мне, что я снова вернулся домой. Среди валов, бушующих в море штормов, в обожженной народовственной мгле, никогда не теряйте своих маяков. Город помнит, моряк, о тебе. И настанет весна, и настанет пора, когда счастьем наполнятся дни. Когда будем с тобой гулять до утра и по берегу бухтой одни. Если вновь неприветная зять позовет за собой корабли, я хотел бы на память забрать. Твой город родные гнии. Твою нежность и легкую грусть. Шум прибоя, знакомый такой. Отправляясь в немедленно путь, я махну на прощание. Как известно, на слова Виталия Чайки написаны песни народным артистам России, художественным руководителям кубанского казачьего хора Виктором Захарченко. Некоторый из них исполнил народный ансамбль «Радость». Песня «Радость» Самодеятельным народным исполнителям эти песни очень понравились, поскольку они отражают их мысли и настроение. Хорошие стихи, они всегда ложатся на музыку. Их никогда не забудешь, и каждый день кто-то рождается, каждый день кому-то исполняется 18 лет. И для молодежи это очень важно. И это замечательно, что в нашем таком маленьком, зеленом, замечательном городе есть такие люди, которые пишут стихи, впоследствии которые становятся песнями. Две песни мы, конечно, возьмем в свой репертуар, и они сейчас очень актуальны. Это вот песня «Я поставлю в храме свечечку». Сейчас эта песня очень актуальна. Вот. И вторая песня «Колыбелька осень». Очень хорошая песня, мелодичная. Я думаю, что мы встретимся на наших подмостках, в нашем городе, где есть вальсовые площадки. И эта песня не один раз прозвучит о нашем замечательном Славянске. Стихи – это продолжение жизни. Недаром сборник поэта называется «Жизнь продолжается». Виталий Чайка умеет говорить просто о сложном и находить красоту в обычном. Его лирические размышления заставляют читателя пристальнее смотреть на окружающий мир. Все это почувствовали участники встречи, которые пожелали автору здоровья и новых творческих успехов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».